привет улечки опять у меня ночная съемка на телефоне идет время без 10 8 я еду за девочкой переводить и почему-то не не начисляются детское пособие вот надо выяснить вот короче нельзя мне пить таблеток пригаболин вечером если утром вставать рано я плохо себя чувствую причем кстати это кошмары и такое просыпаюсь просто что-то у меня не сильно помогает я пойду за новым рецептом и прошу наверно чтоб мне дозировку увеличили или как я не знаю потому что смысл тогда его пить если пользы нет вот такие вот дела сейчас еду с одной в 10 часов там у меня еще двое там банк надо там дальше не знаю потому что мне бывает планируется один человек а еще по пути несколько позвонят еще что-нибудь поэтому меня вообще планировать ничего нельзя абсолютно так что вот такая вот суета нет я конечно стараюсь оберечь но насколько это возможно но просто иногда бывает не что я не знаю как просто по-другому разрулить ситуацию и делаю это сама как вот быть вот в таких вот моментах я не знаю как вы справляетесь если вы понимаете что вы не можете а больше некому то вот вы делаете расскажите мне поделитесь опытом я понимаю точно эти фразы там береги себя а как вот справиться с некоторыми ситуациями вот их же надо как-то решить научиться решать эти ситуации тогда будет как раз и тот самый момент что и бережешь себя как это делать я не знаю просто людей нет те кто могут поехать помочь перевести или там сходить в врачу или еще куда то вот подскажите мне пожалуйста вот смотрите я хотела показать пирог как он поднимается снизу если выпекать его при не такой высокой температуре если вы делаете температуру выше то нижняя корочка будет тонкая а так она поднимается тоже хорошо я опять еду но теперь все дела сделала все хорошо все мы оформили все документы все замечательно надо будет просто там какие-то документы еще там переслать еще что-то пришла домой думаю вот все буду отдыхать больше не это не буду там ничего делать и мне короче а я девочкам взяла там такие знаете я не знаю как они правильно называются в россии ну на русском накопительный карт ну пункты там накапливаются и потом этими пунктами можно расплачиваться когда я из россии уезжала они прям только-только появлялись такие карточки тогда в россии я даже уже не помню как они назывались так вот короче говоря я девчонкам группу скидываю что взяла им эти карточки чтобы они себе предложение установили они мне звонят и говорят а ты чё говорит делаешь я ничего не хочу говорить делать я хочу отдыхать они готовы шли говорят погуляем в общем мы едем просто погулять но я потом уже подумала раз уж мы едем гулять по торговому центру девочки же любят всякие там магазины до обгуливать мы еще посмотрим наверное подарочек той девочки как но на новоселье вот то что девочку мы перевезли нам надо что-то ей такое придумать полезное вот потому что как бы деньги не хотим на какой-то ерунду тратить так еще по поводу денег там вот я буквально вот сейчас увидела вопрос под видео до сколько платят в германии вот за услуги переводчика вот я не знаю мне не платят ни копейки я уже как-то говорила об этом но раз вопрос возник хочу сказать это еще раз я не получаю ни копейки никакой вообще мне никто ничего не платит это чисто на моем вот энтузиазме так сказать держится вот и то что вот некоторые девочки есть которые просто им хочется сделать мне хоть что-то вот приятное они мне могут подарить коробку конфет ну или там шоколадку я им говорю девочки пожалуйста не надо не надо делать это какой-то традиции говорю мне тоже как то это ну неудобно они горят нет пожалуйста нам так как-то вот легче что ли ну не знаю легче ли не легче в общем вот мои красавицы идут и мы пошли гулять хотела поснимать какой у нас ветер сильный и он как обычно перестал дуть я не знаю стесняется что ли что это такое вот ветер очень сильный филюша счастлив бежит домой филюша ты счастлив что идешь домой передай привет подписчикам филюш филюш они тебя там с удовольствием смотрят между прочим вот звезда ютуба деловой такой бегает сейчас поедем с врачу на проверку прививку в общем на такие всякие дела вот а ветер поснимать мне не удалось сегодня пятница мы с филюши сходили смысле съездили к врачу мой слава богу все хорошо я прям переживала очень сильно у него там на ухе шишечка появилась и я за нее очень переживала потому что любая шишка это сразу какой-то прям или что-то такое уже прям переживание все-таки мальчику уже 10 лет исполнилось и поэтому поэтому конечно же уже все как-то волнительно становится любое малейшее что-то нам сделали две прививки так что в этом году нам не надо будет больше приходить теперь в следующем году просто ну как на обследование такое вот как раз в год мы приходим и все так что все хорошо я прям немного у меня внутри так хорошо все еще знаете о чем хотела поговорить вчера вечером уже спать легла и знаете просто ну как бывает же там думаешь о том что произошло за день и я знаете стала прям внутри себя благодарить людей которые вот я вижу что они делают что-то такое доброе хорошее и мне прям внутри вот какая-то благодарность этом этим людям идет я прям мне это как-то вот вчера ну к примеру вот смотрите казалось бы я вчера когда мы с девочками ездили в магазины они мне это позвонили горд пойдем магазин съездим я была очень уставшая думала что я уже как бы никуда бы не пошла я бы лучше дома полежала бы уже отдохнула а потом думаю но когда я еще с ними пойду вот так вот по магазинам погуляю думаю есть такая возможность у них есть настроение настроение у меня есть но сил нет она давай но все равно в общем так хорошо погуляли мы там зашли покушать и через окно я видела мальчик один наверное лет 10 11 ему он бросил мусор в мусорку и не попал и я смотрю на на него да то есть я не вот прям там цель какая-то было там что-то чтобы там да он там как-то это сделал правильно или еще что-то просто я бы я заметила что у него вот этот вот мусор упал там мимо мусорки и он останавливается возвращается и кладет мусор в мусорку и я думаю спасибо тебе большое вот просто знаете вроде бы мелочь какая-то но я подумала но это же как круто что вот в этом ребенке это уже есть вот прям я не знаю я была так ему благодарна что он вернулся почему-то меня это прям вот согрела внутри вот не знаю девчонки вот как они вот общаются со мной то что они как вот какие они не так хорошо что вот они вот есть моей жизни не так это тоже я скучала по таким людям вот я прям так рада что сейчас моей жизни вот именно такие люди какие они есть я им говорю что они замечательные что ну реально ну как а у них столько комплексов внутри я думаю господи почему замечательные люди имеют внутри себя столько комплексов почему им так мало говорят что они такие классные вот такое вот у меня для вас это сообщение там некоторые мне пишут я смотрю там что бла-бла там еще что-то я не знаю чего ждут от меня люди некоторые да то есть может быть у них внутри тоже плохо поэтому они так меня видят а я вижу людей как в основном хороших я не знаю если мне не нравится человек я просто не общаюсь с ним я перестаю с ним общаться зачем мне это нужно и видимо если он хочет ну как бы плохо там что-то мне сделать сказать да ну зачем тогда мне его беспокоить своим присутствием если я провоцирую его на что-то плохое поэтому я лучше не буду общаться с таким человеком и ему хорошо и мне хорошо и меня никто не трогает не беспокоит и ему тоже не нервничает поэтому я прям наслаждаюсь тем что вижу вокруг таких людей в которых есть что-то что меня согревает сделала салат из кальраби и морковки заправила майонезом немножко посолила также можно заправить и сметаной кому как больше нравится и все перемешала и салатик готов очень вкусно и нам всем очень нравится и вот вам на выходные город брюль с высоты седьмого этажа горы не видно сегодня они там все в тумане это в боне амбарюль прям чудесный серенький такой но замечательный